Привет всем, кто любит спорт, в эфире выпуск программы Мастер Спорта в студии Вячеслав Ильин. Есть золото перенства мира. Десятиклассник 18-й Чебоксарской школы Роман Никитин завоевал титул победителя на проходящей в Бангкоке перенства мира по Муайтаю. Подопечный Республиканской Федерации тайского бокса Роман Никитин, он в красной форме, в составе сборной команды России, был заявлен в категории до 60 килограммов. В столице Таиланда подопечный тренерского тандема Александр Осипов Игрелин провел три поединка. В дебюте перенства ему выпало сразиться с хозяином ринга Ануваем Тула. Представитель тайской школы Муайтай сумел продержаться против чувашского файтера меньше двух минут. Чебоксарис отправил своего визави в нокаут. В полуфинале Роман встретился с соперником из Белоруссии Ярославом Ивановым. В финале Роман Никитин одержал трудную победу над своим коллегой из Молдовы Мариусом Ковали. И в итоге завоевал золото первенства мира по тайскому боксу. Я очень рад своей победе. Золото первенства мира это не только моя заслуга, но и заслуга всей федерации тайского бокса Чебоксарской Республики. С нетерпением жду возвращения на родину. Хочу обрадовать всех друзей, товарищей, тренеров, а также любителей и ценителей тайского бокса. В Новочебоксарском комплексе третья школа Олимпийского резерва тяжаатлеты в возрасте до 24 лет продолжают борьбу за награды спартакиады молодежи России. Во второй день любители железных игр Чувашей наконец-то порадовали представители сильной половины профильной Республиканской Федерации. В категории до 62 килограммов заявки на участие подали 7 атлетов. Но уже глядя в стартовый протокол, можно было понять, кто поведет борьбу за место на верхней ступени перестала почета. По начальным весам преимущество было на стороне хозяина соревнований уроженца Батыревского района Дмитрия Исакова. Подопечный заслуженного мастера спорта России Юрий Мышковца первый выход на помост предпринял, когда на штанге уже был установлен вес 105 килограммов. Правда, начальный рывок у Дмитрия не получился. Неудача первой попытки не повлияла на настрой победителя юниорского перестала России этого года. Заявленный вес был взят во втором подходе, а в третьей спортсмену покорилась штанга весом уже 110 килограммов. Так что на второе упражнение толчок Дмитрий выходил уже лидером, имея преимущество в 4 килограмма над ближайшим преследователем, петербуржцем Романом Ислам Хановым. Взяв 137 килограммов, Дмитрий уже обеспечил себе победу в спартакиаде, но останавливаться на достигнутом атлет не стал. В третьей попытке он зафиксировал штангу весом 142 килограмма, установив пока личный рекорд как в толчке, так и в сумме двоеборья – 252 килограмма. Я сам Базаревского района. Пришел я сам в школу, у нас учитель физкультуры, там, ну, секция была. Ну, я пришел, играли мы в волейбол, но показывал, как штангу поднимать. Вот так остался там. Не жалеешь, что выбрал штангу? Не, не жалею. Очень долго не выступал, большой первый был в армии. И вот только начали полгода, как мы провели тренировку. Вот он выступил там, и вот сейчас второй старт у него. Он впервые выиграл. Ну, вот, спартакиаду. Ну, как бы рассчитывали, но маленько не добрали, конечно. Чуть-чуть килограмм пять еще можно было добрать. А вот прошедшие в выходные дни в столице Татарстана соревнования триатлонистов Iron Star 113 порадовали организаторов и просто любителей здорового и спортивного образа жизни численностью участников. По самым скромным подсчетам, в казанском этапе национальной триатлонной серии «Железная звезда» приняли участие почти полторы тысячи человек. В чем успех массового мероприятия в виде спорта, который легким, зная его специфику, ну, никак не назовешь. В нашем сюжете мы попытаемся найти ответ на этот вопрос. Триатлон – это попытка найти ответ на вопрос, кто самый-самый-самый в современном спорте. И, может быть, в этом и кроется успех этого вида, который за свою полувековую историю сумел не только пробиться в олимпийскую семью, но и забывать популярность людей, для которых спорт – это хобби. Сегодня в год по всему миру проводятся более сотни триатлонных стартов. Так, параллельно с казанским «Айронстаром», в программу которого выходили соревнования на дистанции от спринта до полумарафона, и эстафеты в Таллине мерили силами любители и профессионалы классики – айронмена. И что интересно, сегодня в стартовых протоколах большинство составляют участники в возрастном диапазоне 30-50 лет. Так что триатлон – это ответ человечества на кризис среднего возраста, возможность сделать свою жизнь яркой и насыщенной. Триатлон – это то, что требует от тебя максимума концентрации, требует достаточно много времени, но при этом ты свою жизнь перестраиваешь, в принципе, под то, чтобы успевать и отдаваться работе, успевать заниматься спортом. Это вполне можно совмещать и, на самом деле, получать от этого большое удовольствие. Тимур к старту готовился вместе со своими коллегами из казанского клуба «Айронфорс». Два года назад его создал воспитанник Чувашской школы триатлонной мастер-спорта международного класса Сергей Яковлев. Проект, который не нашел понимания на малой родине спортсмена, в столице Татарстана оказался весьма успешным. Сегодня быть членом триатлонного клуба «Железная сила» модно и престижно. И это несмотря на то, что стоимость экипировки для атлета даже начального уровня начинается с суммы 50 тысяч рублей и далее по возрастающим. Тем не менее, сегодня казанский клуб насчитывает в своих рядах более 70 человек. Работа в новом моем регионе, в Татарстане, возглавив тренингский штаб сборной Татарстана по триатлону. Я теперь стал чаще выходить на тренировки с молодыми спортсменами, также со спортсменами своего клуба «Айронфорс», профессиональными спортсменами некоторыми, некоторыми любителями, с администрацией президента, с руководством республики. Ну и поддерживать форму, конечно. Ну и где-то бороться, вспоминать свою молодость. У занятий триатлоном есть еще один весьма значимый плюс. Семейные атлеты приобщают к регулярным занятиям и своих близких. Да так, что они и зрители легко превращаются в активных участников подготовительных занятий и самих соревнований. Наша группа поддержки здесь не случайна. Мы сегодня болеем за наших мужей, переживаем. С нашей легкой ноги, я надеюсь, началось их соревнование, потому что вчера мы участвовали уже в соревнованиях «Айронледи», наши детки участвовали в забеге «Старкитс». Мы всей семьей поддерживаем своих мужей, наших триатлетов, гордимся за них. С такой группой поддержки по плечу любая задача. Впрочем, получить медаль, подтверждающую прохождение дистанции «Айронстара», удалось ныне не всем. Из 836 подавших заявки на старт вышли только 773 атлета. При этом уже по ходу дистанции вынуждены были сойти еще 39 участников. В числе тех, кто не смог записать себе очередной плюс полужелезный марафон, был и москвич Ярослав Святославский. А ведь перед стартом пара спортсмен рассчитывал на высокий результат. Ну я сегодня, моя основная дистанция это будет половинка, 113 километров. Я планирую ее улучшить по сравнению с прошлогодней дистанцией. В принципе, как и всегда, прошлую дистанцию я прошел за 5 часов 39 минут. Эту дистанцию нужно приблизить к 5 часам. Мы не сомневаемся, что следующей статой Ярослава окажется удачнее Казанского. Ведь триатлон учит столько переносить трудности и лишения по дистанции. А то, что они имеют место быть, любой из зрителей, посетивший Кремлевскую набережную Казани в день старта, мог убедиться лично. Как, впрочем, и в том, что преодоление таких препятствий – стимул к совершенствованию. В числе тех, кто записал свой актив успешный полумарафон, был и руководитель Казанского исполкома Денис Калинкин. В абсолютном зачете чиновник занял 99-е место. Ради победы, прежде всего победа над собой, над своим организмом, прежде всего соревнования – это не панацея. Тренировки и подготовка дают самый важный результат, который очень важен для работы, прежде всего. Потому что необходима выносливость, что является главным силом в триатлоне. На следующий год Казань принимает чемпионат Европы по триатлоне. И, как уверяют организаторы нынешнего этапа, в рамках официальных соревнований обязательно пройдут и массовые старты. Под маркой – кубок Тиммерман. Статарского Тиммера переводится как «железно». После летних каникул на стрельбище Республиканского стадиона «Олимпийский» вновь появились стрелки из лука. За неделю до стартующего здесь чемпионата по Болжи они разыграли награды «Перенство Чувашия». На огневом рубеже борьбу за четыре комплекта наград Республиканского «Перенства» вели 30 спортсменов в возрасте до 20 лет. У юношей в компаунде числе претендентов был новоиспеченный международник-призер «Перенства мира» Роман Эфимов. Судя по плотности и скорости стрельбы, подопечный Максима Ярикова явно соскучился по оружию. Республиканские старты он выиграл ввиду явного превосходства над соперниками. Руки немного помнят, вот только устаю, начинаю быстро, начинают болеть мышцы и как-то сложно начинать по новой. То есть как-то отдыхать так много не особо такой вариант. Наличие мастерского удостоверения еще не гарантирует победы. Об этом убедилась Ульяна Андреева. Стартовый круг студентка Чебоксарского училища Олимпийского резерва завершила лишь третий и от дальнейшей борьбы просто отказалась. Ну а победу в этой группе праздновала Светлана Кузьминкова. Еще в прошлом году выходившая на огневой рубеж с классическим луком. У юношей в олимпийском классе титул победителя первенства Чувашии завоевал Андрей Вахнин. У девушек самой меткой и стойкой оказалась Дана Александрова. Не за горами старт в новый сезон у хоккеистов столичного клуба Чебоксары. На этой неделе мастера клюшки и шайбы уже вышли на лед. Мы не могли пройти мимо этого события и поспешили на базу богатырей в ледовый дворец Чебоксары-арена. Предчувствие выхода на лед ощущалось уже на разминке богатырей. В предвкушении игроки команды второго тренера Сергея Орлова выполняли четко и слаженно. Но все же право первыми быть и на лед было предоставлено не полевым игрокам, а галкиперам. И строится стражей ворот, прочность и скольжение льда тренировочного поля проверил Александр Мулин. Ну я пытался опыт провести, дать организму отдохнуть и одновременно соскучиться по хоккею, чтобы все благоприятно провести пресезонку после этого. Так что в основном я отдыхал, ну и конечно потом индивидуально готовился. Свисток наставника вратаря Алексея Трофимова прервал разговор, а дальше уже по плану. Так что к моменту выхода основного состава галкипер уже, как говорится, взмокли, отрабатывая нехитрые на первых взгляд, но весьма эффективные проезды. Тренерский штаб команды совместно с Центром спортивной подготовки Минспорта Чувашев в предсезонный план включили товарищеские матчи и турниры. В следующий понедельник сыграем с китайской командой товарищескую игру. Потом у нас подготовлены еще 23-го и 24-го две товарищеские игры с Хурганом. Плавно переходим на турнир Куба главы Чувашской республики с 27-го по 30-е. Потом команда поедет на турнир в город Саратов. В официальном сезоне в первенстве в высшей хоккейной лиге странные богатыри стартуют 14-го сентября. Матч открытия чебоксары проведут дома, принимая победителей регулярного первенства сезона 17-18-го годов ростовских кондоров. Самые тяжелые нагрузки запланированы именно сейчас, во время игр с командой Цингтоу и с Хурганом. Очень большой объем работы нужно ребятам выполнить, чтобы втянуться в сезон. Поэтому тут не результат нужен, а больше так сыгранность ребят почувствовать под нагрузкой. А как правило, кто под нагрузкой играет, того на весь сезон хватает. Поэтому тут больше привести в чувство команду. Мы же еще раз напомним, первую товарищескую игру в рамках подготовки к сезону наша команда проведет уже в понедельник, 13-го августа. Матч против китайской Цингтоу начнется в 17 часов. Этой информацией мы завершаем выпуск нашей программы. Традиционная афиша выходных дней поможет найти спортивное состязание по вкусу. Но прежде чем сказать до свидания, хочу поздравить всех спортсменов и любителей спорта с наступающим Днем физкультурника. Давайте проведем этот день активно и с пользой для своего здоровья. Всего вам доброго и увидимся на следующей неделе. В Новочебоксарском спорткомплексе продолжаются соревнования тяжелоатлетов в рамках 4-й летней спартакиады молодежи России. 10 августа в Чебоксарском районе велоспортсмены разыграют награды чемпионата и первенства Чувашии в шоссе «Многодневная гонка». 11 августа стадион «Олимпийский» станет местом проведения всероссийских массовых соревнований по баскетболу «Оранжевый мяч». 11 августа в республике пройдут мероприятия в рамках Всероссийского дня физкультурника. 11 августа на стадионе «Труд» ветераны футбола республики разыграют кубок Чувашии. Встречаются команды «Волга-Чебоксара» и «Комплект-21» город Новочебоксарск.